27 мая окрестностей Астаны. В этой юрте только что создан штаб по организации массовых акций протестов канун подписания Евразийского договора между Назарбаевым, Путиным и Лукашенко. Протестовать планировали активисты гражданских движений «Халаток Альянс» и «Антигептил». Организаторы даже выпустили специальную листовку с инструкциями, как правильно протестовать. После недолгих дискуссий собравшиеся принимают решение в день подписания договора провести акции протеста в разных местах Астаны. Мы ментов запарим, если в разных местах будем. Это знаете, сколько они будут задействовать сил. Точно они не будут знать, сколько людей будет в пункте А, в пункте Б выходить. То есть у них будет кошмар. А если они узнают, они по-любому узнают. Если мы сейчас проголосуем, что на Ахарду пойдем, завтра вся Астана будет знать, что мы на Ахарду пойдем. И не факт, что мы туда пройдем. Может, Агаев пройдет один или же кто-то, а нас могут не пропустить просто туда и все. И этим может закончиться, пшикнуть, понимаешь? Ну, Путину, я уверена, нужен слабый Казахстан, слабые соседи. И он все сделал, чтобы мы зависели. И нам это не нужно. Астанчанка Асия Каримова не принадлежит никакой политической тусовке. Женщина пришла на собрание чисто из-за своих гражданских убеждений, что с нынешней путинской России Казахстану сближаться нельзя. И вот почему. Ну, у него агрессивные такие захватистские устремления. Правильно? Он ничего не мог дать людям в своей стране. Он хочет преподнести, вот я какой герой Советский Союз вам. Но это, я уверена, не принесет счастья России. Потому что Россия огромная страна. С огромными богатствами. И знаете, довольство с тем, что есть. А не так смотреть, в чужом огороде трава зеленее. Это, как говорится, тут словится, на чужом несчастье, счастье не построишь. Но не успели люди разъехаться, как против активистов штаба начались провокации. На этих кадрах отдыхавшая по соседству группа молодых людей пыталась спровоцировать драку, ударив несколько активистов. При этом незнакомцы предварительно вызвали полицию, сообщив о массовой драке. Но драки не случилось. Активисты не поддались на провокацию. Тем не менее, полиция задержала свыше 20 участников собрания. На этих кадрах те самые провокаторы, которые написали заявление в полицию об избиении их гражданскими активистами. В отделении задержанных уже ждал прокурор, который письменно предостерег активистов, что в случае протестов их ждут аресты. Поняв, что этого недостаточно, полиция завела на 10 человек административные дела по хулиганству. В итоге все они были арестованы на четверо суток. В их числе и журналисты нашего видеопортала. Главная цель властей была достигнута. Договор был подписан в относительно тихой обстановке.